Номер пять. Кончеренка Юлия. Это были не командные состязания, а личное первенство среди молодых, ярких, талантливых. Хотя в конкурсе приняли участие пять девушек из Красноборского и столько же из Котловского детских домов. Этот конкурс посвящен Дню выпускников. Значит, участники Котловский детский дом, Красноборский детский дом. Я хочу артистом стать, чтобы на сцене выступать. Равенство среди участниц не было изначальным. Слишком большой разрыв получился в возрасте. От 14 до 18 лет. При этом звание мисс здесь давали не за красивое платье, хотя наряды для выхода в красавиц тоже были. А зато как конкурсантки раскрывали себя на сцене. Больше всего девушки переживали за конкурс «Визитная карточка». Ведь он был стартовым, создающим первое впечатление. От волнения у кого-то срывался голос, кто-то забывал слова. Но зрители неизменно поддерживали каждую исполнительницу громкими аплодисментами. Я готовила визитную карточку и, как сказать, учила произведение. Не менее сложное для воспитанниц детских домов задание – кулинарный поединок «Хозяюшка». Испытание «Оригинальный парикмахер» с участницами разделили зрители, ведь прически сооружались на головах людей из зала. Лучшей была признана работа котлашанки Наташи Лисовой. Творческий этап показал, что красноборские воспитанницы пластичны и хороши в танцах, а принимающая сторона – талантлива в вокале и чтении стихов. Были и художественные конкурсы. Девчонки рисовали маркерами на шарах город своей мечты, а затем дом и семью, которые у них обязательно будут. Я очень долго не знала, где взять платье. Ну, потом знакомая мне привезла платье. Вот, вчера нас завивали на бигуди. Очень неудобно спать было. И сегодня ездили в парикмахерскую. При подсчете баллов финалисткой конкурса стала 14-летняя котлашанка Анна Игошина. Она получила титул «Мисс Лето-2014» и корону из рук первой красавицы города – «Мисс Котла» с Еленой Нелаевой. Все остальные конкурсантки также были отмечены в своих номинациях.